Друзья, всех предстоит на канале FinancialGuard. Совсем недавно, а именно 17 ноября 2020 года, в Финекс выпустили очередной новый фонд, а именно FXIM. FXIM – это вложение в IT-акции США. По составу фонд аналогичен FXIT, но акции стоят намного дешевле. Для начала давайте вспомним, что же такое ETF вообще. ETF – это биржевой индексный инструмент, позволяющий зарабатывать на российском и международных рынках. Формируется в точном соответствии с общеизвестными мировыми индексами. Какие преимущества ETF перед покупкой, например, отдельных акций? Во-первых, не требуется особых знаний и навыков. Также не требует постоянного контроля. Низкий порог входа от 2 рублей. Действуют все налоговые льготы. То есть это и ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, а также трехлетний налоговый вычет. Является эффективным инструментом для пассивного и долгосрочного инвестирования. Также диверсикация в этом портфеле. Это портфель акций крупнейших американских хай-тек компаний, таких как Apple, Microsoft и Google. Низкие издержки. Общая годовая комиссия составляет всего 0,9%. Точное следование индексу. И прозрачность фонда. То есть максимальное раскрытие информации в течение дня доступна индикативная стоимость чистых активов фонда. Вообще данный фонд относится к типу акций. Валюта покупки – доллары. Комиссия фонда, как я уже говорил, 0,9%. Стоимость одной акции начинался с одного доллара. Сейчас уже, конечно же, чуть-чуть подрос. Годовая доходность ETF в рублях – плюс 74,52%. И годовая доходность ETF в долларах – плюс 45,68%. Как я и говорил раньше, состав аналогичен фонду FXIT. Меньший номинал акций подойдет для использования даже в небольших портфелях. Можно купить или продать только за доллары. Что касается ключевой информации об этом фонде. Класс активов – акции. Страна регистрации фонда – Ирландия. Способ репликации – физический. Дата запуска данного фонда – 17 ноября 2020 года. Базовая валюта фонда – доллары. Индекс-ориентир – Selective AG. Частота отчетов – 2 раза в год. Предоставления ценных бумаг в долг – нет. Что касается распределения доходов, то они реинвестируются. Голокинность в годовом измерении составляет 7,06%. Минимальная покупка составляет всего лишь одна акция. Всего эмитентов на момент выпуска этого видео – 104 эмитента. Сейчас вы можете их видеть у себя на экране, а также какая доля каждой компании находится в данном фонде. Можете поставить на паузу и внимательно изучить эту информацию. Давайте рассмотрим информацию об стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов на одну акцию – 1,02. Валюта, как я уже говорил, доллары. Объем активов в фонде – 145 974 214 долларов. Объем активов по классу акций – 2 030 707 долларов. Всего акции в обращении – 2 миллиона. Зачем вообще ETF на акции компаний IT-сектор США нужен частному инвестору? Во-первых, это диверсификация. В том числе вложение в американские акции технологической компании даже для небольшого портфеля. Возможность получить доступ к индексовому продукту на основной площадке фондовой биржи. Вложения в такие известные компании, как Apple, Google, Red Hat, HP, PayPal, Cisco, Facebook, Intel, Oracle, Qualcomm, Adobe, Microsoft и многие другие. И все это можно приобрести за 1 доллар. Сейчас вы видите на экранах партнеров FINEX FXIM. Эмитент, администратор фонда является Citibank Europe, управляющий фондом FINEX Investment Management, кастодиан City Depository Services в Ирландии. И также авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда. Всех их вы видите у себя на экране. Что за зверь такой этот ETF FXIM? По сути это клон ETF FXIT. Состав и пропорции компании в фонде более 100 компаний. Комиссия за управление 9,1% в год. Доходность абсолютно идентична. Разница между FXIM и FXIT заключается в цене и валюте актива. ETF FXIT за последние 7 лет вырос в 4 раза. И на момент выхода этого видео цена превышает 9000 рублей. Примерно 120 баксов. Для многих инвесторов это дороговато. Финекс часто просили о проведении сплита акций FXIT, дабы уменьшить их рыночную стоимость на бирже. Но провайдер пошел немного по другому пути, выпустив аналогичные, но более дешевые акции. Старт торгов ETF FXIM начался с 1 доллара, то есть в 120 раз дешевле FXIT. Таким образом, один и тот же актив будет торговаться в двух вариантах с разной стоимостью лота. Некоторые брокеры, скорее всего, в будущем для удобства клиента, помимо долларов, будут позволять покупать FXIM в рублях. Так это сделано в ВТБ. Большинство ETF торгуются одновременно в нескольких валютах. Стартовали торги новой вариации акций под тикером FXIM. ETF инвестируют в Selective US Large and Mid-Cap Technology Index в тех же пропорциях, что и FXIT. Доходность обоих ETF акций не отличается друг от друга. Основное отличие FXIM от FXIT – это размер лота, как я уже говорил. Стартовая стоимость FXIM составляет всего 1 доллар, что может быть удобнее для ребалансировки портфелей. Практика разделения акций у фонда присутствует на Западе. Разные классы акций у одного фонда позволяют лучше соответствовать индивидуальным предпочтениям инвесторов, так как они могут отличаться по отчетности, размеру, налогам и вознаграждению. В России подобное разделение осуществлено впервые. У многих инвесторов возникнут вопросы о целесообразности существования двух экземпляров акций одного и того же фонда, но со временем каждый вариант найдет своего покупателя. Вот такой вот новый фонд мы сегодня с вами рассмотрели, именно FXIM. Ставим лайки, кому была данная информация интересная. Покупать или не покупать – решать вам. А так всем удачи и финансового благополучия. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok